Вы когда рассказывали о работе в третьем сезоне культового сериала «Острые козырьки», есть такой перевод, там по-разному переводится, вы заметили, что с сценарием не были знакомы. Это общая практика на Западе не давать артистам прочитать скрипт? Нет, они не дают читать весь проект, дают в основном только описание и эпизод. А у нас это тоже практикуется? Нет, мне присылают прям все серии, можно ознакомиться. Чтобы понять контекст. Я думаю, это связано с размером бизнеса, потому что этот сериал, например, «Острые козырьки» настолько популярен, они держат интригу, и на этом играют, и выстраивают пиар, маркетинг. То есть никто не должен знать, что там будет, и они подогревают интерес, поэтому нельзя сдать ни одной детали. Вы в третьем сезоне снимались. Вы первые два видели, вы были зрителем этого продукта? Нет. То есть для вас это была терра инкогнито? Я не смотрю сериалы. Вообще? Мне не хватает на это времени, нет. Нет, я так не отдыхаю. То есть вы не знали, о чем это, кто главный герой, с которым ваш персонаж будет взаимодействовать? Не могла бы пойти на пробы, не почерпнув какую-нибудь информацию. Конечно, я догадывалась, у меня было какое-то представление, видимо, я попала в точку. Мой агент, он из Лос-Анджелеса, но мы тогда жили в Лондоне, он мне прислал вот это приглашение, эту сцену на пробы, сказал, давай сходи, хороший такой сериал, так тебе нужно туда попасть, это для нас так будет важно, ты будешь играть герцогиню русскую. Я подумала, герцогиню, что-то очень хорошее. И я пошла, и прочитав сценарий, было понятно, что она такая, то есть нужно сыграть вот этот вот невидимый, невидимый образ, и его должны почувствовать, поэтому я просто говорила более низким регистром и читала свой текст листа, спокойно выдерживая мысль. И им сразу понравилось. Хотя пришла со своими прямыми глазами, футболочки, ну то есть никакая там не герцогиня, и уж точно никакое не начало 20 века. Но бельгийский режиссер сразу раз сменил... А бельгийский режиссер работал? Да, был бельгийский режиссер именно на этом сезоне. Все остальные русские были, один из Бельгии, другой из Амстердама, девочка была из Нидерланда. Ну русские персонажи. Да, русские персонажи. В общем, наша семейка была такая очень интернациональная, я одна была русская. И все это так как-то случилось, интересно, необычно, был хороший опыт. Но потом, когда уже подписали контракт, и я получила сценарий, начала разминать роль, я обратилась к моей подруге, она педагог по сценической речи, мы с ней английский немножко там работали. И когда начали вот эти эпизоды просматривать, она говорит, ты это видела, что там у меня тоже волосы зашевелились на голове. Я говорю, я надеюсь, они так снимать не будут. Но снимали так, как там написано. Поэтому русских всегда показывают. Вот очень с такой однобокой стороны мне какие-то писали комментарии в соцсетях. Зачем же вы согласились? Неужели вы с этим согласны? Не согласна. Мы русские разные. Мы очень разные. И мы очень интересные. И мы очень умеем любить, мечтать, дружить. Вам не приходилось сталкиваться с проявлением русофобии? За все те годы, которые вы приедете на Западе? Смотрите, все вот эти годы даже холодной войны, когда было противостояние советского лагеря социалистического и Запада, это вошло в подсознание людей. Конечно, стереотипы есть. Стереотипы. Вот я поэтому спрашиваю, приходилось ли вам как-то вот рикошетили эти стереотипы? Или вас миновало в этом смысле? Я когда работать приезжала, ко мне так всегда хорошо относились и уважали, я ничего этого не чувствовала. Что же... Во-первых, сначала мне повезло в страну глухих, повезли на фестивале. И меня увидел и пригласил в свой фильм Павел Павликовский. У него потом был Оскар, по-моему, за Иду или за, не знаю, «Холодная война». Не помню за какой фильм. Но мы с ним делали первый его такой художественный фильм. Был только синопсис, не было сценария. Мы все придумывали и репетировали на площадке. После этого фильма меня увидели американские режиссеры, стали звать. Потом увидели и французские и так далее. То есть я когда приходила, они уже встречали меня, как будто они видели все мои работы и знают, что это вообще профессиональный человек. И мои партнеры всегда очень открыты были всем сердцем и с большим уважением. Мне работалось легко, надо так вот сказать. И здесь в России легко, и там легко. В общем, мне повезло. Поэтому на работе никогда я этого не ощущала. Язык у вас был изначально? Вы знали? Нет. Нет. Когда Павел Павликовский пригласил вот этот фильм «Ласт Резорт. Последнее пристанище» сочинять, импровизировать, я не говорила ни слова. У меня там какие-то были «yes, please, что, не знаю». И нужно было импровизировать. Он говорит, ну давай, вот как бы ты приехала в Англию, взяла, наврала, что ты просишь пристанище, прибежище, refugee, потому что она в России познакомилась с англичанином, влюбилась, он уехал, обещал, что за ней вернется. Он не вернулся, она делает ему сюрприз. С ребенком приезжает в Англию и на границе просит прибежище. И начинаются ее испытания там, в Англии. Она попадает в такой лагерь, закрытый для беженцев, из которого не так-то просто выбраться. И вот я как могла, придумывала сценарий. Это было очень интересно, смешно. Ну, по-английски я не говорила. Потом, когда пришло предложение работать и сниматься в Америке, тут мне пришлось сесть с учителем, учить весь мой текст по-английски. И когда мы с ней разбирались в смыслах и на какое слово сделать ударение, в результате, после съемок, у меня в запасе появилось много, ну, несколько сотен английских слов. И все, и вот так на ломаном английском я никогда его особенно не совершенствовала. Почему, не знаю. Во-первых, я не собиралась там делать карьеру. Я не карьерист. Никогда не думала, что я должна покорять Запад. Я не ездила туда никого покорять. Меня приглашали на проект. Я приезжала и качественно его старалась сделать. Бренд МХАТ, то, чему меня научили наши педагоги, это старая школа, это еще прошлый век. Это конец 20 века. Нам передали самое лучшее. Мы такие были тоже просто отщепенцы, какие-то оборванцы, начала 90-х, провинциалы. Но мы еще смогли получить вот какое-то... Что смогли? Что в нас вошло? Какой-то багаж неподъемной культуры, другого отношения к профессии, к людям, к театру, к кино. Нас учили тому, чему сейчас не учат. Школа обеднела. Нас собирали через большие конкурсы, и мы были еще бесплатным курсом. А сейчас очень все платно, все такая торговля. Ну, не буду... Это же глобальная, по-моему, установка. Или только у нас. Везде же платно, да? Везде. А мы еще вот были такие странные, необычные, заскочившие в последний поезд. Такие лай-лай-лай. Что, какая культура. Я помню, 1 сентября в школе-студии МХАТ, это 90-й, наверное, первый год. Они говорили на сцене, там был Табаков, Веленкин, Ефремов. Там пришли звезды МХАТа того времени и нас поздравлять. То есть это была какая-то эпоха ходить. Я думала, они говорят на иностранном языке. Я ни слова не понимала. Я в каком-то благоговении, в страхе сидела, слушала. Там смоктуновские. И все вот эти люди были какими-то полубогами. Я не понимала, о чем они говорят. Потому что там у нас об этом... Ну, на такие темы не говорили. Такой терминологии я не знала. И потом, я помню, онемела надолго. И я только старалась впитывать и старалась выучить этот язык, о чем они говорят. То есть нужно было за 4 года впитать максимум. Нужно было весь этот пласт культурный не просто принять, освоить, сделать его своим. Но если не своим, хотя бы уметь им пользоваться и с уважением к этому относиться. У нас еще преподавали и сценическую речь, и движение. А что значит, я перебью вас, еще? Сейчас разве не преподают? У нас преподавали педагоги, которым было тогда, наверное, 60-70, 70 лет. То есть от начала 90-х они застали там 20-е годы. Соответственно, они тоже были носителями той культуры своих родителей. Это были люди, которые знали не понаслышке наших поэтов серебряного века, которые знали Ахматову, Пастернака, Булгакова, которые знали ту, как горту мхатовских артистов, о которых нам рассказывали легенды. Да, то есть нам очень повезло. Нашими молодыми педагогами были Роман Козык, Дмитрий Брусникин, Золотовицкий Игорь, который сейчас ректором тоже у нас преподавал, Марина Брусникина была педагогом у нас по сценической речи, и Васильева тоже, Татьяна Васильева не та, другая. Она мама, вот, историка моды. Александра. Александра Васильева, да. Это удивительное благородство, удивительная речь, удивительная постановка речи. Я со своим говором, с Маленским, но Веленкин тоже удивительнейший человек. Я помню, у него был свой предмет сценической речи, где мы учились читать. Я у него читала Ахматову и Пушкина, письмо Татьяны. И просто, знаете, когда собаку учат, сидеть, лежать, стоять, терпеть, вот так на нос. Нет, нет, можно. Вот точно так же обучали сценической речи, культуре речи, поведению нас, которые ничего не умели. А потом это стало невероятным, оказалось, драгоценным багажом. Куда бы я ни приехала, мне все было по плечу. Ну,